В предыдущем случае мы рассматривали задачу с точки зрения математического определения квадрата. Теперь давайте посмотрим с точки зрения программирования. С точки зрения программирования, для того, чтобы задать прямоугольник, нам нужно два значения. Это ширина и высота. А для того, чтобы задать квадрат, нам нужно только значение стороны. То есть, прямоугольник это две стороны, а квадрат одна сторона. Раз так, то в некотором смысле логично унаследовать прямоугольник от квадрата. То есть у квадрата будет одно поле, создающее ширину, а у прямоугольника будет еще и высота. Таким образом, мы расширили квадрата, добавив туда еще одно поле. В некотором смысле выглядит естественно. То есть мы наследуем ректангл от square, а square от shape. Однако, оказывается, что и в этом случае легко придумать код, который будет работать некорректно. В том случае, если вместо квадрата мы туда подсунем производный класс прямоугольник. Например, метод, вычисляющий площадь для квадрата, в том случае, если он примет по ссылке на квадрат значение типа прямоугольника, он будет работать некорректно. Так как в квадрате у нас есть только ширина, то для того, чтобы вычислить площадь квадрата, нам нужно просто ширину возвести в квадрат. А для прямоугольника мы ширину должны умножить на высоту. То есть если этот метод вызвать для прямоугольника, который передан по ссылке на квадрат, то данный метод будет работать некорректно.